О, кстати, сегодня хотел вам как раз рассказать про вот эти часы. Что связывает гитару и часы Casio G-Shock, как вы думаете? Правильно, ничего, кроме Джона Майера, который выпустил в 21-м году, а до этого в 20-м коллаборацию с компанией G-Shock. Они выпустили две модели часов, это Casio DW-6900 в сером цвете и в цвете слоновой кости. Сегодня я вам расскажу как раз о второй коллаборации, которая мне очень долго ехала из Штатов, но все-таки приехала, и сегодня я вам на нее сделаю обзорчик. Начнем с того, что Джон Майер вообще изначально очень заядлый такой коллекционер часов. У него есть в коллекции все, начиная от Роликсов до Адмар Пеге и Паток Филипп, в общем, все, что вы можете себе представить. Но он, как и любой коллекционер часов, понимает, что дело не всегда в стоимости, а чаще именно в исторической ценности модели. И вот когда Casio выпустил свою модель G-Shock в 1995-1995 году, конечно, это было своеобразным взрывом, потому что эти часы, они были неубиваемые, они были с подсветкой, с будильником, 200 метров водозащита. То есть все, что вы могли себе представить в часах, которые стоили чуть больше 100 долларов, примерно, плюс-минус. Конечно, для всех людей того возраста эти часы стали культовыми. И с ними ассоциируется 90, и с ними ассоциируется та эра, та эпоха. В коллаборации с Ходинки они выпустили модель DW-6900, которая была inspired by Casio 580. Там была встроена драм-машина, пару звуков, но эта клавиатура, она тоже была одна из самых дешевых и самых доступных на рынке, поэтому одна из самых популярных. Очень много людей, которые тогда увлекались музыкой, то же самое Джун Майер, они помнят все вот эти вот дешевые синтезаторные клавиатурки, на которых можно было наигрывать прикольные звучки, которых можно было придумывать мелодии. Все вот это как бы они объединили и сделали вот такую вот модель часов. Расскажу про то, как вообще они у меня появились, потому что это, как всегда, очень интересно в любом моем обзоре, как у меня что-то появляется. Ну, вы уже знаете, наверное. В декабре 21 года, когда я увидел в инстаграме пост Джона Майера об этих часах, я сразу же зашел на сайт Ходинки и нажал кнопку купить. Тогда Apple Pay еще работал. Это было какого декабря? Ну, в конце декабря, да, 21 года. И только в конце марта они пришли ко мне вот сюда, в Москву. Не обошлось без приключений, потому что их отправили сначала компанией FedEx, которая, по сути, даже не может отправлять в Россию на обычные адреса. Она может отправлять только на коммерческие адреса, что мне стало известно после того, как я им только позвонил. То есть мне пришлось им позвонить в Америку, в FedEx, спросить, в чем прикол, почему уже месяц моих часов ни следа, ничего. Они мне ответили, что они, оказывается, не могут отправлять на адреса людей в Москву. Ну, ладно. Я попросил их отправить обратно в Ходинки и написал, Ходинки, отправьте там через компанию, которая занимается отправкой предметов в Россию из Америки. Там специально есть разные компании, можете погуглить. Эта компания там за небольшую сумму денег. Тогда в долларах она была небольшая. Вот сейчас в рублях уже она побольше. Я сумел отправить все-таки часы сюда себе. Я никогда не был фанатом G-Shock, скажу честно. Мне вообще больше нравятся классические модели часов. Формы, там, не знаю, Cartier, формы Rolex. Ну, такие вот металлические браслеты мне нравятся. Но тут совсем все другое. Тут спортивные пластиковые браслеты, пластиковые часы. Они довольно большого размера. Я, ну, как бы немножко переживал, как они будут выглядеть на моей руке. Смогу ли я вообще их носить? Потом, когда я их одел, очень-очень даже и ничего прям оказалось. Мне понравилось, что они легкие. Мне понравилось, что они практически не ощущаются. На руке с ними можно даже спать. Они очень классного такого цвета слоновой кости. Ну, как раз как клавиатура 580. И на Безеле здесь вот цвета такие тоже в стиле клавиатуры. Синий, красный, желтый. И внутри еще есть красный и зеленый цвета. Здесь очень яркая подсветка электролюминесцентная. Ее хватает, она длится сколько здесь? Ну, 3 секунды, как бы, да? Ну, время успеть посмотреть. Что мне еще очень понравилось? Это, конечно, коробка. Смотрите на дизайн. Это просто офигенно. Такой кремовый цвет. И когда мы открываем, у нас тут еще одна коробка. Есть уже таким металлическим, такой металлической табличечкой написано «Джон Майер ходинки». Ну, упаковка просто, мое почтение, очень круто сделана. Они сидят довольно неплохо на моей руке. Я думал, что они будут больше изначально. Вот они оказались абсолютно нормальными. «Wearable», как говорят на западе. Смотря какой фабрик. Здесь большими, но на моей прям вообще идеально. На задней панели написано «Джон Майер ходинки коллаборации». Сразу мы видим, да? Модель DW6900. Основной режим – это вот время. Показывает в 24-часовом формате и в 12-часовом. Также показывает день недели. Сегодня Wednesday – среда. И дальше идет месяц, а потом день. Потому что это американские часы. У них там все наоборот. Следующий мод – это Alarm. Это у нас будильник. Стоит на 910 у меня. Можно включить индикацию. Сейчас появился колокольчик, чтобы каждый час часы сигнализировали, что час прошел. Это у нас таймер. Следующий мод у нас – это секундомер. Старт-стоп. Сплит-ресет. Возвращаемся в основное меню. Ну что ж, наш обзор подошел к концу. Спасибо за то, что посмотрели. А вообще этот G-Shock, да? Ну, тогда, Влад, лови. Поймала. А если бы не поймала, ничего бы с ней не случилось. Сто процентов. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии о том, какие часы у вас, есть ли у вас G-Shock, носили ли вы G-Shock. Ну, в общем, все что угодно. Интересно будет пообщаться, обменяться мнениями. До скорых встреч.